Какие задачи обедающих философов? 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 потом шаг вправо, разойтись не могут. Вот ситуация лайфлока. Ну и третья проблема, это если, допустим, не повезло какому-то философу, и слева и справа от него очень быстро едят, то есть периодически, да. Он, соответственно, тоже эти палки взять не может и голодает. Называется голодание такая ситуация. Как можно вообще решить эту проблему? Ну первое, что в принципе приходит в голову, это создать иерархию этих палочек, то есть всех их пронумеровать и действовать по следующему алгоритму. Если кто-то захочет поесть, он берет палочку с самым маленьким номером, потом берет с большим номером и, соответственно, кладет их обратно в обратном порядке. Тогда, соответственно, даже если все четыре взяли по палочке, то последний пятый брать не будет, потому что она с максимальным номером. И, соответственно, тогда остальные смогут по очереди все поесть. Как бы, ну, это проблема, как бы, синхронизация у нас какая-то появляется. То есть, в принципе, они все по очереди могут поесть. Но этот алгоритм, он довольно неэффективный. Обычно в таких ситуациях всегда, ну, как бы, наиболее часто, более выгодная стратегия – это ввести какую-то дополнительную сущность, которая будет являться арбитром. То есть, какого-то официанта, который будет смотреть, и философы сами не берут эти палочки, обращаются к посреднику, и посредник им эти палочки выдает, либо говорит подождать. У него есть вся необходимая информация об этих палочках, и он, как бы, может эффективно ресурсы эти разделять. Вот. В принципе, задача такая довольно достаточно глубокая, несмотря на кажущуюся простоту. Я рекомендую попробовать вам это смоделировать кодом, эту задачу. Даст понимание многих проблем. Дальше. Следующая задача. Это у нас частный случай общего такого паттерна, когда кто-то что-то производит, а кто-то что-то потребляет. Вот, как пример, здесь у нас парикмахер есть, он сидит в парикмахерской. К нему приходят клиенты. Количество стульев в этой парикмахерской ограничено, поэтому, чтобы они не стояли, вот они пришли, могут занять свое место. Если стульев нет, клиенты уходят. А сам парикмахер, он тоже, если клиенты есть, он их обслуживает. Если нет, он, соответственно, ничего не делает, ложится спать, экономит силы. Сразу попробуем в коде такую задачу реализовать. У нас есть какой-то клиент. Что нам понадобится? Нам понадобится какая-то блокировка, мютехс, который будут захватывать клиенты, когда будут приходить в парикмахерскую. Также у нас есть очередь из клиентов. Максимальный размер, допустим, 5. Пусть стульев будет. Соответственно, очередь может максимальная быть 5. И функция. Пишем функцию, которая будет собственно реализовывать вот это вот поведение. Пришел новый клиент. Первым делом он захватывает блокировку. Для чего это делается? Для того, чтобы одновременно несколько клиентов не начали модифицировать эту очередь. Иначе, если они одновременно это начнут делать, соответственно, мы получим ситуацию гонки и можем, в общем, испортить все. Поэтому они захватили мютехс. Если достаточно мест, то, соответственно, если мест недостаточно, они уходят. Если достаточно, он садится и в очередь. и через Condition Variable оповещает парикмахера о том, что кто-то пришел. В свою очередь, поток парикмахера что делает? Здесь вечный цикл. Он также блокирует эту очередь. Смотрит, если клиентов нет, он засыпает на этой Condition Variable до того момента, когда пришедший клиент не сделает Notify One и, соответственно, его не разбудит. Когда он его разбудил, здесь, опять же, я написал не if, а while, потому что, как я говорил, спонтанные просыпания на Unix-системах. Поэтому то, что мы проснулись, еще не гарантия того, что действительно произошло какое-то событие. Поэтому нам всегда нужно проверить, а действительно ли оно произошло. То есть он проверяет, что да, в очереди кто-то появился, после этого извлекает первого клиента из очереди и его обслуживает. Вот таким образом в общем случае решается вот такая вот проблема продюсер-консюмер. Здесь есть какие-нибудь вопросы? Постричь клиента. Стрижет. Просто какая-то функция, он его начал стричь. Дальше. Какая еще может быть у нас ситуация? У нас, допустим, есть какая-то переменная или область в памяти какая-то, которую мы хотим дать общий доступ к какому-то произвольному количеству потоков. Здесь, если они будут это делать по очереди, то есть, допустим, неважно, нужно модифицировать эту память или просто прочитать, и они на любой из этих случаев будут брать блокировку, это будет означать то, что у нас, допустим, 100 может потоков быть, они все выстраиваются в очередь, делают это один за другим. Это медленно. Мы хотим какую-то оптимизацию, что, допустим, если они просто память читают, то есть, они ее не модифицируют, пусть они все заходят и ее читают. Ничего испортить они не могут. Но при этом, если кому-то нужно модифицировать эту память, он, соответственно, должен блокировку какую-то захватить и остальные должны об этом узнать. Здесь могут быть какие стратегии? Может быть приоритет читателей, то есть, если кому-то нужно заблокировать, взять блокировку на модификацию, он ждет, пока все не прочитают. Здесь возникает тоже проблема голодания, потому что могут приходить много читателей, если они будут постоянно идти, идти читать, то тот, кто хочет записать, он никогда очереди свои не дождется и будет висеть, а все будут читать, но модифицировать он ничего не сможет. Точно такая же проблема возникает, если мы приоритет дадим обратный, что писатель может, имеет приоритет на запись, а читатели ждут. Соответственно, если кто-то будет много писать, то никто ничего прочитать не сможет. Универсального рецепта как поступать тут нет, это в общем нужно уже решать архитектурно каждый раз. В зависимости от того, как вы знаете, сколько у вас будут читателей, писателей и так далее. Ну и последнее, одинаковый приоритет, это просто вот мы мютекс захватываем, соответственно, это как бы работает всегда, никто не голодает, но при этом у нас это неэффективно. Выстраивается очередь и в общем это получается очень медленно работает. Тема голодания, она очень обширная, и кому интересно, идите в Википедию, читайте, там масса алгоритмов, как этого избежать. И это достаточно серьезная проблема. В операционных системах с этим постоянно борются, улучшая планировщик, чтобы не допускать голодания процессов, потому что там могут, ситуации возникают очень неприятные. Например, есть допустим, ну в операционных системах процессу можно указать приоритет, повысить его или понизить. То есть кому требуется, если какая-то задача более важная, для нее приоритет повышают, чтобы она получала больше ресурсов в виде процессорного времени. Так вот, к примеру, высокоуровневый, ну процесс с высоким приоритетом, допустим, ждет появление какого-то файла от процесса с низким приоритетом. Соответственно, что происходит? Он постоянно проверяет этот файл, файла нет. И он проверяет, проверяет снова, файла нет. Почему файла нет? Ну если написан так планировщик, что он выделяет все время время тому, у кого высокий приоритет, у того, у кого низкий приоритет, тот, соответственно, не получает ресурсов. Если система не сильно загружена, все это работает. Но если процессор утилизируется там другими процессами, то, соответственно, начинают голодать процессы с низким приоритетом. И, соответственно, он не может создать файл, потому что он не получает процессорного времени. А процесс с высоким приоритетом тоже из-за этого голодает, потому что он этот файл потребить не может. Эта ситуация реальная, она, в общем, периодически встречается в операционных системах достаточно известных. Поэтому все время разработчики ядра операционной системы, они вот работают над улучшением этого планировщика, чтобы таких ситуаций избегать. в C++ у нас есть средства для того, чтобы организовать вот этот вот паттерн, когда несколько могут читать, один писать. Это шарит мютехс. Он был изначально в Boost. Boost это сборник библиотек всяких разных. Это своего рода, в общем, полигон, где какие-то идеи обкатываются, и после того, как в сообществе они находят понимание, сообщество принимает эти новые какие-то фичи, они могут попадать в стандарт языка. В частности, шарит мютехс, он был в Boost в 17-м стандарте, он появился уже в самом собственно стандарте. Что позволяет нам сделать этот шарит мютехс? Он нам позволяет мы можем захватить вот такой вот шарит лог сделать над шарит мютехсом. Он блокируется только если есть какой-то уник лог сделан. Если уник лог нигде не сделан, соответственно, ничего не блокируется. То есть, читатели могут заходить в эту функцию из разных потоков и читать произвольное количество. Если нужно модифицировать что-то там сделать с ресурсом, что нам требует уникально вот этой монопольной блокировки, мы делаем уник лог над шарит мютехсом. Соответственно, он просто этот блокировка она встает вот в этот общий поток. То есть, новые читатели сюда не набегают. Как только все, которые уже сюда забежали, выбегут читатели, то, соответственно, будет уникальная блокировка вот эта вот и мы сможем модифицировать. В это время те читатели, которые придут, они будут здесь висеть, ждать, когда мы освободим этот мютехс. Здесь, соответственно, мы отработали, вышли из функции, у нас униклог уничтожается, освобождает этот мютехс, все продолжают дальше читать. Также можно сначала взять ну, как бы зайти, как будто ты читатель, апгрейд лог сделать, и потом, если станет понятно, что нужно что-то там модифицировать, мы можем проапгрейдить эту блокировку до монопольной, то есть получить какой-то эксклюзивный доступ, чтобы там что-то сделать. Но вот это как раз тонкий момент, потому что в такой ситуации как раз может возникнуть голодание. То есть мы можем здесь долго повисеть. Отличается вот апгрейд лог ничем не отличается от шаряда, кроме того, что его можно прокачать до юника. Отличается тем, что если мы делаем сразу уник лог, у нас не будет голодания, если много читателей. А когда мы делаем апгрейд, то если читателей много, они постоянно забегают, то у нас будет голодание, мы не сможем сделать апгрейд и будем здесь висеть. Получается униклог тут же предъявляет требования, больше читателей мы не пускаем. Все выйдут, мы заходим. Ну допустим, сейчас вот три читателя зашло, мы делаем униклог. Новые читатели, которые будут приходить, они остановятся, то есть не будут внутрь заходить. Потом когда те трое выйдут, мы соответственно вот здесь окажемся, сможем все, что нужно сделать. Потом когда выйдем и освободим Mutex, все читатели, которые стоят в очереди, они тут же смогут читать. А в случае апгрейда они будут заходить, 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 и мы не сможем вот этот апгрейд сделать и зависим. Call once. Иногда бывает нужно что-то проинициализировать, что-то сделать один раз и сделать это потоком безопасно. То есть, например, вот в такой ситуации, когда мы, допустим, у нас есть какой-то дисплей, мы хотим туда, на этот дисплей что-то выводить. Перед тем, как этот дисплей использовать, нам нужно его проинициализировать. При этом писать мы можем на дисплей из разных потоков, соответственно, мы как делаем инциализацию? Мы каждый раз проверяем, проинициализирован ли у нас дисплей, если нет, то мы его инициализируем. Здесь в многопоточной среде может возникнуть следующая ситуация. Мы проверили, что дисплей еще не проинициализирован, попадаем сюда и перед тем, как начать его инициализировать, наш поток снимается с выполнения, начинает работать другой поток, то есть классическая ситуация гонки. Он инициализирует этот дисплей, тут потом просыпается наш первый поток, инициализирует его снова. Это может быть приведет к каким-то ошибкам. Нам бы хотелось иметь механизм делать это безопасно. для таких случаев есть утилита call once. Мы должны завести какой-то статический флаг, который будет использоваться для инициализации и просто пишем call once, используем флаг и можем передать сюда какую-нибудь функцию, в данном случае я лямбду сюда передал и эта функция будет вызвана ровно один раз и вызвана безопасно. То есть никаких гонок здесь у нас не возникнет. Дальше в 11 стандарте появилось ключевое слово новое trade local. Мы можем пометить переменную как trade local и соответственно в каждом потоке будет своя переменная. То есть сколько будет потоков столько будет экземпляров этой переменной будет она доступна в каждом потоке своя. Потока безопасной интерфейсы. Когда мы хотим написать код с которым можно будет работать в безопасном многопоточной среде, нужно всегда задумываться не только о примитивах каких-то синхронизации, но и о дизайне. Потому что если как пример, у нас допустим есть какая-то очередь. Это интерфейс очереди из стандартной библиотеки. У нее есть метод empty, то есть проверить пуста она или нет. И есть метод pop, который возвращает что-то из очереди. Соответственно мы имея такой интерфейс можем писать следующий код. Если очередь не пуста, взять оттуда что-то. При этом в многопоточной среде это порождает проблемы. Потому что мы можем проверить, понять, что она не пуста. В этот момент другой поток тоже окажется здесь. Сделает поп, очередь станет пуста. После этого мы снова сделаем поп, соответственно разрушим нашу очередь. Поэтому для того, чтобы сделать вот это безопасным, нужно просто изменить этот интерфейс. То есть мы должны атомарно одним действием иметь возможность проверить пуста она или нет и выполнить действие. То есть например написать метод trypop который будет возвращать true или false в зависимости от того была она пуста или нет и если она не пуста то значение вот это инициализировать. Дальше уже тривиально мы здесь захватываем mutex блокировку дальше если очередь пуста просто выходим возвращаем false если нет инициализируем эту переменную извлекаем из очереди элемент возвращаем true соответственно становится этим пользоваться уже безопасно то есть мы можем писать вот такой вот код и он будет гарантированно у нас работать то есть надо понимать что не каждый интерфейс потока безопасен то есть есть вот с тем таким вот интерфейсом пользоваться опасно то есть нужно изменение интерфейса для того чтобы это сделать безопасно получается сам метод empty тоже наверное в глубине души должен быть защищен mutex чтобы два параллельных вызываемости друг друга не обманули нет значит если бы у нас если бы мы допустим имели бы только такой вот интерфейс и имели возможность работать только с ним что бы мы вынуждены были сделать мы бы в каждом таком участке кода должны были бы захватить mutex потом здесь его освободить то есть таким образом получить монопольную монопольный как бы доступ к этой очереди естественно это не очень удобно каждый раз вот это вот писать но по-другому просто никак не сделать здесь действие должно происходить атомарно а вот здесь вот всегда есть вероятность что вот именно вот в этот момент наш поток будет сняться выполнением будет другой поток возьмет и сделает поп потом мы сделаем это снова поэтому самое лучшее что можно придумать это собственно вот этот вот интерфейс реализовать который будет делать два действия атомарно здесь нам уже ничего кроме вот этого мютехса нам ничего дополнительно защищать не надо потому что другой поток когда будет делать трайпоп он зайдет сюда на этой блокировке заснет вот и соответственно это будет безопасно если мы из очереди потом что-то удалили он здесь заходит смотрит очередь пуста возвращает false все хорошо все работает вот если я просто решил вызвать empty и вход а я понял кто-то сделал поп я понял да да ну как бы да в многопоточной среде да такое возможно мы зайдем в empty тут нас снимут выполнения кто-то сделает поп мы получим недостоверную информацию да надо защищаться немного про синхронность сейчас тот код который я весь показывал он в общем-то работал синхронно то есть как вот он был написан так вот в такой последовательности он и выполнялся и мы точно знали что если мы вот делаем например read то соответственно мы будем ждать когда этот read завершится и потом уже перейдем к следующей операции писать такой код синхронный просто но синхронный код очень неэффективен потому что как пример это допустим с таксистом то есть синхронная работа выглядела бы следующим образом нам надо допустим поехать в аэропорт мы заказали такси приехали полетели куда-то там таксист сидит ждет нас прилетели обратно таксист вот он сидит ну как бы да наверное нам удобно но очень дорого если же мы бы реализовали это асинхронно то таксист нас привез мы улетели он поехал других возить людей потом мы прилетели его вызвали он снова приехал соответственно таким образом один таксист сможет перевести гораздо больше людей такая же логика и при написании любого асинхронного кода это не ждать какого-то момента но обычно это какой-то ввод или вывод то есть мы либо дожидаемся каких-то данных которые нам придут по сети либо пишем что-то на диск и мы не хотим делать это синхронно мы хотим делать это асинхронно чтобы работать более эффективно вот здесь будет такой пример это сервер эхо сервер который будет что-то получать и просто это отправлять обратно здесь я буду использовать из Boost библиотеку ASIO это как раз асинхронный как бы набор функций специально написанных чтобы работать асинхронно он позволяет работать с сокетами с файлами все это делать асинхронно вот сначала нам понадобится собственно сам сервер внутри которого будет объект акцептор который просто слушает какой-то порт когда в этот порт приходит новый клиент он соответственно этот акцептор нам создает сокет через который мы сможем с этим новым клиентом общаться здесь у нас конструктор мы передаем какой-то контекст его контекст он нам нужен для того чтобы реализовать всю асинхронную работу то есть по сути это какой-то планировщик который просто вызывает наши функции вот чуть позже я покажу откуда мы его возьмем соответственно в конструкторе нам что нужно сделать нам нужно проинициализировать этот акцептор акцептор мы инициализируем вот этим вот контекстом и тут же мы создаем endpoint то есть connection на котором мы будем ждать вот и используем порт ну и как бы дефолтный адрес это там localhost localhost и порт и вот мы на нем будем ждать новых входящих сообщений дальше мы вызываем doaccept это функция которая будет вызываться каждый раз акцептором когда приходит новый клиент что мы здесь делаем вот из этой функции мы выходим сразу как только ее вызвали то есть вот вот этот код это мы передаем в функцию async concept передаем функцию и эта функция будет вызвана потом в тот момент когда придет клиент то есть мы позвали doaccept он быстро отработал и все и пошел выполняться какой-то другой код сюда мы попадем уже потом когда неизвестно в тот момент когда придет новый клиент когда придет новый клиент акцептор у нас вызовет эту функцию здесь и здесь мы что сможем сделать здесь мы создаем объект сессию которая собственно будет работать с этим клиентом и делаем снова doaccept то есть снова акцептору регистрируем новую функцию чтобы он потом мог создать новую сессию пока понятно теперь давайте посмотрим как устроена сессия во-первых обращаю внимание вот на это enable shared from with то есть это как вот я рассказывал это механизм чтобы класс мог выдать shared pointer на самого себя для чего это нам нужно сейчас объясню во-первых что тут есть тут у нас есть сокет который акцептор создал соединение через этот сокет мы будем с клиентом общаться собственно вот сокет и какой-то буфер куда мы будем читать данные от клиента когда мы здесь сделали создали сессию передали туда сокет и вызвали метод старт что происходит ну соответственно сессию мы создали старт у нас вызывает функцию дурит функцию которая будет получать данные от клиента при этом здесь мы тоже не блокируемся здесь мы просто регистрируем наш обработчик события и выходим из функции в момент когда реально клиент какие-то данные пришлет нам на этот сокет у нас будет вызван этот код причем что здесь важно смотрите когда мы создаем сессию у нас вариант какой мы должны где-то этот объект сохранить чтобы потом когда асинхронный произошел вызов того кода чтобы она еще где-то существовала была живой тут либо нам нужно заводить какой-то массив с этими сессиями но это сложно то есть надо уже думать о том как их туда помещать как оттуда удалять их в общем добавительные сложности поэтому мы просто конструируем объект сессию шарит pointer и дальше что здесь какая магия происходит мы здесь в этой функции durit берем шарит pointer на самого себя и захватываем его в лямбду функцию лямбда функция вот эта вот будет вызвана когда придут какие-то данные по сокету то есть мы внутрь этой лямбды функции заворачиваем указатель на самого себя соответственно пока этот когда этот код выполнится он получит вот этот шарит pointer и сможет сессией этой воспользоваться нигде больше мы эту сессию не запоминаем то есть она сама себя запоминает потом соответственно когда мы сделаем попали сюда здесь мы что здесь простая логика здесь мы просто смотрим что если ошибки не было то есть мы какие-то данные прочитали какого-то размера асинг read сам просто читает какое-то количество сколько там есть вот сколько записали столько вот он нами передаст мы вызываем просто do write метод вот соответственно вот здесь вот self указатель живет то есть это не дает умереть сессии дальше дальше если мы в write ничего не сделаем наша сессия умрет но мы снова берем указатель шарит pointer на самого себя и также его в лямбде в следующем обработчике запоминаем вот то есть сессия пока будут вызываться функции они сами в себя заворачивают этот указатель и сессия живет вот здесь в общем логика такая что мы ну сколько-то там прочитали вызвали дурайт просто берем так же асинхронно записываем данные то есть мы не ждем когда завершится фактически передача этих данных мы просто куда-то там отправили и вышли из этой функции вот таким образом на таких асинхронных операциях мы можем очень эффективно утилизировать процессор обслуживать очень много то есть в принципе вот этот вот код на асио асинхронный он ну если его потестировать на производительность он в общем будет быстрее там инжинкса например инжинкс это самый быстрый сервер ну естественно почему инжинкс будет медленнее потому что в нем куча логики вот но в принципе мы просто используя такой вот подход асинхронность мы можем также написать эффективный очень код который в общем будет работать немедленнее чем инжинкс который очень сильно заоптимизирован там кстати тоже используется такой подход только там используются более низкоуровневые вещи уже это конкретно операционная система там если линукс то это епол используется асио это как бы обертка более высокоуровневая вот на этим над этими нескорыми примитивами дальше второй подход к синхронности это использование курутин вот есть язык го там горутины в си плюс плюс пока что еще этого нет но есть как бы еще комитет не принял это ну пока идут какие-то эксперименты поэтому особо мы это рассматривать не будем я просто покажу другой подход к синхронности через курутины надеюсь что они в стандарте появятся не знаю в таком виде или в другом сейчас есть экспериментальная поддержка в компиляторах есть в бусте реализация курутин в принципе этим можно пользоваться здесь подход к программированию несколько другой мы как будто пишем синхронный код но он какой-то магией работает асинхронно если сейчас не хочу вдаваться в подробности как это устроено покажу просто как этим пользоваться здесь наш сервер превратился вот в такую функцию listener которая что делает также мы точно такой же акцептор создаем да я не показал его контекст откуда у нас взялся а вот вот собственно как мы этот сервер запустили создали его контекст который в общем по сути является там каким-то планировщиком и передали создали сервер туда передали этот контекст передали порт и запустили наш обработчик вот этих событий его контекст все у нас завертелось начало работать с корутинами мы также создаем точно такой же акцептор как создавали в сервере тоже на local хосте начинаем слушать порт какой-то дальше у нас начинается вечный цикл и код выглядит как синхронный то есть мы принимаем делаем accept получаем какой-то сокет запускаем спаун функцию вот такую вот функцию запускаем которая у нас лямбда которая у нас запускает функцию эхо и туда передаем сокет ну и дальше как бы вот крутимся то есть код здесь нет никаких callback код выглядит как синхронный при этом когда мы делаем вот спаун это где-то там начинает параллельно работать а await это мы дожидаемся завершения этой синхронной операции то есть код выглядит как будто он написан синхронно но работает он асинхронно ну и соответственно наша сессия у нас превратилась функцию эхо которая принимает сокет дальше у нас тоже есть буфер для данных и мы также пишем как будто синхронный код асин крит но при этом вот этот вот ко await нам позволяет дождаться окончания при этом реально мы здесь как бы не ждем этот когда мы делаем ко await вот эта вот карутина она перестает выполняться и возобновляет работу только когда асин крит что-то вернет то есть мы на этот момент здесь уже получили данные в буфер дальше мы делаем просто read write read write у нас бесконечный цикл то есть код очень серьезно упрощается согласны что с карутинами проще стал код а как оно работает в глубине души вот в глубине души как это устроено в бусте я не знаю но вот например в языке c-sharp тоже есть async await ну вот похожие вещи они работают следующим образом компилятор когда компилирует программу строит конечный автомат и вот с этими состояниями соответственно когда мы мы делаем await он просто переходит к какому-то следующему состоянию то есть выполняет какой-то другой код потом когда мы дожидаемся то автомат меняет состояние мы снова оказываемся то есть он бьет вот эти функции на много кусочков и между ними там делает какие-то переходы ну наверное вот эти вот coavet в c++ в экспериментальной это наверное устроены как-то примерно так же ну и здесь вот запуск всего этого мы про всякое разное но тем не менее очень важное что я хотел бы рассказать начнем с арифметики как не только в языке c++ в c ну и вообще представлены отрицательные числа в отрицательных чисел старший бит если он в единичку выставлен означает что это отрицательное число то есть таким образом если у нас есть в байте 8 бит то целые числа на их представлении у нас есть 7 бит в байте то есть мы можем до 128 и соответственно нижняя граница это так же в 2 в 7 степень но плюс 1 плюс 1 это потому что мы еще используем вот этот вот бит если мы вычтем из нуля единицу ну произойдет переполнение мы получим вот такое вот число то есть были у нас одни нули стали одни единицы когда одни единицы это соответствует числу минус 1 ну и соответственно там дальше какая есть проблема с отрицательными целыми числами в языках c и c++ тем что переполнение их это неопределенное поведение если у нас целые числа unsigned int мы можем спокойно допускать переполнение это все хорошо но как только у нас происходит переполнение знакового какого-то числа возникает неопределенное поведение как это может выглядеть да совершенно верно вот например есть такой код здесь у нас цикл от 0 до 10 и мы в этом цикле просто пишем номер итерации и этот номер итерации умноженное вот на сколько тут на 100 миллионов миллиард да миллиард казалось бы должно быть 10 итераций и все но у нас получается вечный цикл это на GCC с включенной оптимизацией вот этот вот код превращается в бесконечный цикл почему так происходит происходит это на третьей итерации у нас знаковый int в него не помещается 3 миллиарда и соответственно происходит переполнение компилятор G когда делал оптимизацию он делал агрессивную оптимизацию циклов и рассчитывал на то что переполнение числа не будет но вот оно возникло и мы получили вечный цикл то есть такой код он поскольку содержит неопределенное поведение он может работать правильно может неправильно может превратиться вечный цикл ну хорошо хоть винт не отформатировал ну в общем это хотя вот здесь мы хотя мы нигде не модифицируем саму переменную но вот да и компилятор да какой-то код сгенерировал который стал при переполнении работать неправильно вот почему вообще ну как бы не надо думать что разработчики языка C они специально думали как усложнить жизнь разработчикам давайте мы сделаем какое-то неопределенное поведение почему оно вообще появилось во-первых на некоторых платформах переполнение знаковых чисел вызывает прям натуральную ошибку процессор то есть процессор вызывает какой-то обработчик ошибок то есть это ну прям проблемная ситуация поскольку C задумывался как портируемый язык который работает везде то соответственно просто взяли и объявили такое поведение неопределенным плюс то что в языке C и C++ есть неопределенное поведение это развязывает компилятору руки и он может делать очень агрессивные оптимизации то есть это тоже но соответственно про это надо знать и надо с этим жить дальше какие еще проблемы могут существовать так ну здесь в общем это не проблема просто когда мы приводим казалось бы маленькое число к целому оно вдруг становится большим но это почему так я показал потому что там старший бит в единичку вот проблема же возникнет когда мы захотим например сравнить А и Б где А у нас беззнаковая а Б знаковая то есть нам весь наш жизненный опыт говорит о том что минус 1 меньше чем 10 но не в этом случае потому что когда мы сравниваем знаковое беззнаковое будет аргумент вот этот приведен к знаковому ой к беззнаковому и соответственно минус 1 это очень большое число которое больше 10 тоже можно на это напороться про арифметику с плавающей точкой как устроены вообще вот эти вот числа которые содержат плавающую точку есть какое-то количество бит которые содержат мантису и дальше у нас основание 10 и экспонента вот то есть используя такую запись можно в принципе представлять довольно большом интервале разные числа описывается это стандартом вот с таким вот номером соответственно на разных платформах они обычно поддерживают именно этот стандарт они выглядят примерно ну вот в таком виде они должны выглядеть число с плавающей точкой форма используется нормализованная то есть мантису всегда в интервале от одного включительно до десяти то есть выглядят они вот в таком вот виде у нас мантису содержит 1 5 8 0 8 и степень у нас 3 экспонента про характеристики флот у нас одинарная точность это 32 бита порядок экспонента у него на 8 бит на это уходит на мантису 23 бита это говорит о том что можно представить целое без потери точности до 2 в 24 степени то есть соответственно если вы возьмете 2 в 24 степени положите во флот сделаете минус 1 потом сделаете плюс 1 вы получите то же самое число но если вы сделаете плюс 1 то соответственно у вас произойдет потеря точности когда вы сделаете минус 1 вы такого же числа не получите дабл это в принципе взяли флот увеличили и просто его увеличили вместо 32 бит стало 64 на экспонент 11 бит на мантису 52 и целое можно представить 2 в 53 степени без потери точности также есть специальные значения это infinity когда возникает переполнение или деление не нуля на ноль есть ноты number это когда случай я не буду перечислять поделили ноль на ноль бескачество бескачество и так далее вот у ноты number есть интересное свойство что он не равен ни одному другому значению то есть сравнивая как проще всего проверить на то что число ноты number это просто сравнить его с самим собой если оно не будет равно самому себе значит это ноты number ну и ноль также специальные значения для нуля теперь про подводные камни когда мы используем плавающую точку если мы допустим поделили 10 там на 3 то есть получили какую-то там дробь и потом сделали b равно a и проверили a равно b у нас проблем не будет только если сломался математический сопроцессор если он не сломался такое равенство делать можно но если мы вычислили какими-то разными способами a и b то даже нам может мы сделали там print напечатали на экран нам кажется что они одинаковые но когда мы делаем сравнение на равенство оно не срабатывает вот это все связано опять же с этой потерей точности поэтому как сравнивать числа с плавающей точкой это в общем тема большая обширная и я в общем тоже не могу сказать что я точно знаю как их сравнивать есть вот хорошая статья кому интересно почитайте обычно в большинстве случаев достаточно в каких-то расчетах сравнивать не на равенство а на то что они меньше какого-то значения разница этих двух чисел то есть взяли из одного числа вычли другое отбросили знак и сравнили с какой-то величиной если нас такая точность допустим устраивает то в общем хорошо как складывать числа или вычитать или умножать в общем любые действия делать с массивами чисел с плавающей точкой если мы складываем очень маленькое и очень большое число с плавающей точкой то происходит следующее маленькое число просто аннигилируется вот таким образом если у нас там достаточно большой массив если мы его просто нам нужна его сумма допустим и мы просто в лоб его сложили мы можем получить очень большую погрешность поэтому перед тем как выполнить какие-то действия с массивом его нужно отсортировать мы его соответственно сортируем и начинаем от малых значений суммировать к большим значениям таким образом у нас ну не происходит такой катастрофической погрешности если бы мы делали это вот так вот в лоб дальше про представление текстов в компьютере сначала все было просто сначала считали что есть только один язык вот он использует буквы латинского алфавита и все было замечательно во-первых таблицу сделали очень грамотно то есть например чтобы привести от одного регистра к другому там от верхнего к нижнему и наоборот нужно было просто либо прибавить 20 в 16-ти личной системе не 20 40 либо отнять все просто все классно работало и вот было хорошо но помимо языков которые используют буквы только латинского алфавита есть еще масса других языков ну например там какие-то не знаю европейские где там есть какие-то умляуты над буквами ну соответственно эту таблицу расширили до 8 бит даже здесь получилась какая-то псевдографика и даже можно было на экране рисовать какие-то красивые таблички для русского языка соответственно тоже нижнюю часть таблицы аски не модифицировали просто вторую половину добавили сюда русские буквы соответственно какая проблема возникала что если мы допустим хотим писать на русском в одном документе написать и на русском и там на каком-то не знаю где там умляуты есть в немецком вот у нас соответственно это уже сделать было нельзя вот помимо этих проблем еще была проблема в том что кодировок стало ну очень много и надо было это как-то все унифицировать поэтому собрался комитет назвался Unicode и они взяли и составили большую таблицу в которую поместили все вообще известные символы которые они знали соответственно это все тоже по мере с течением времени он увеличивался то есть вот во второй версии было 2 в 16 65 тысяч в шестой версии уже было 109 тысяч символов сейчас их стало еще больше туда добавили эмоджи в общем он постоянно как бы увеличивается эта таблица но в этой таблице как бы четко задали что вот для такого символа есть вот такой вот код и это уже хорошо было но стало нужно как-то это кодировать вот эти вот символы и опять же кодировок появилось много вот например UCS2 там здесь как вот есть каждый символ в Unicode называется CodePoint то есть вот есть какое-то число ему соответствует какой-то символ вот Hello например его коды Point вот такие вот но опять же представить на разных платформах вот в эту эта кодировка она выглядела по-разному из-за Little и Big Indian то есть вот как я уже рассказывал что есть разные архитектуры процессоров есть где сначала идет старший байт это Big Indian есть наоборот где сначала идет младший байт соответственно они уже выглядят по-разному на разных архитектурах для того чтобы понять как какой используется Big Indian формат или Little Indian стали в начало файла добавлять BOM ByteOrder Mark то есть какую-то последовательность специальную символов для того чтобы понять Big Indian или Little Indian вот F16 это FE FF 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 F8 оно тоже есть но оно там не нужно F32 соответственно тоже такое есть то есть в начале файла может идти вот этот BOM теперь какая кодировка правильная давайте рассмотрим какие есть вообще F16 она в общем в основном используется на Windows и поскольку 2 байта изначально сделали на символ то она могла представлять там сначала 65 тысяч поначалу было достаточно этого потом когда добавляли новые языки в эту таблицу Unicode стало мало то есть стали использовать потом суррогатную пару то есть 2 байт стало не хватать и для некоторых символов стала длина переменная где-то 2 байта где-то 4 байта но это не очень удобно дальше UTF8 UTF8 используют от 1 байта до 6 вот если emoji какие-нибудь они будут 6 байт использовать прелесть UTF8 в том что для языков которые содержат только буквы латинского алфавита он очень экономный он занимает ровно 1 байт и как бы его тоже придумали умные люди и поэтому там для первых 128 символов из таблицы ASCII они точно так же и точно такие же и в UTF8 поэтому мы можем открыть любым блокнотом который ничего не знает ни про какие кодировки ASCII тексты его прочитать UTF16 или UTF32 если блокнот не умеет работать с кодировками мы увидим крикозябры всякие разные вот поэтому плюс он специальным алгоритмом кодируется довольно тривиальным и он совершенно не зависит от того как архитектура big indian little indian вот поэтому как вы наверное уже догадались лично мое мнение что самая правильная кодировка это UTF8 дальше UTF32 они на всяких Unix системах использовались ну во-первых в принципе вот 4 байт хватает сейчас для всего вот поэтому он в общем имеет постоянный размер но во-первых ну какие недостатки ну недостаток первый что он довольно прожорливый то есть 4 байта против одного для латинских букв русские буквы UTF8 кодируются двумя байтами здесь это будет опять 4 байта то есть иногда это в общем может быть существенным и потом вот на самом деле то что он под любой код поинт выделяет 4 байта это не несет никаких преимуществ потому что длину строки мы не можем мы больше не можем как раньше думали что все весь текст он просто на английском языке написан поэтому можем просто посчитать количество байт и столько у нас символов это не так сейчас в некоторых языках поэтому мы так не можем делать когда это не так например у нас есть в Unicode могут быть символы представлены по-разному например вот такой вот символ он может состоять из двух символов вот и есть языки которые просто там если бы все символы для каждого из них заводили бы отдельный код поинт это привело бы к какому-то комбинаторному взрыву то есть очень много комбинаций поэтому то что два кода поинта используется на самом деле это может быть не одной буквой не двумя буквами одной то есть ну очень сложно с языками я не лингвист в общем но все там очень сложно для того чтобы представлять во-первых опять же приведение к верхнему к нижнему регистру стало задачей опять нетривиальной для Unicode то есть там используются таблицы которые сопоставляют один символ с другим и по этим таблицам можно делать вот эти преобразования текста также по этим таблицам можно как-то посчитать количество букв вот и при этом опять же там все настолько сложно что для нормализации текста в Unicode аж 4 алгоритма используются и это мы еще не говорили там про двунаправленное письмо это вот там арабский и еще что-то все это я говорю для того чтобы было понятно что Unicode это очень непросто есть такой вот проект ITSU PROJECT его IBM сделала и в общем сейчас по сути это стандарт для работы с Unicode в C в C++ в Java используется вот именно эта библиотека поэтому если кому-то надо будет потом работать с Unicode вы вот знаете куда идти смотреть немного про инструменты разработчика про Valgrind я вам уже рассказывал он позволяет нам много интересной получить информации например найти утечки памяти посмотреть как используется кэш и так далее кроме этого есть статические анализаторы например CPP чек то есть мы просто берем запускаем анализатор показываем где лежит наш код он его анализирует и позволяет найти разные ошибки например вот что есть выход за границей массива там в общем показать разную информацию очень удобная вещь может быть до ксиген иногда нужно написать документацию то есть если вы код хотите как-то распространять свой возможно людям понадобится документация на него можно писать прямо в коде комментарии в специальном формате и вот эта утилита дохсиген она исходный код анализирует и из вот этих комментариев составляет документацию в разных форматах это html может быть pdf она может сделать латех и так далее вот например вот такая функция мы написали для нее вот такой вот комментарий и в результате обработки дохсигена мы получим например вот такую html документацию где будут перекрестные ссылки где будет ну вот как бы красота если дополнительно установлена другая утилита граф вис то еще дохсиген может по вашему коду генерировать картинок где будет иерархия объектов наследования вызовы там из функции функции там покажет все хорошо дальше про ускорение сборки сборка c++ проекта довольно затратная по времени операция то есть ну на средних средних размеров c++ проект может компилироваться 20-30 минут вот это нормально я работал на проектах которые с нуля компилировались по полтора два часа вот поэтому людям как-то захотелось этот процесс оптимизировать во-первых мы как я на первой лекции рассказывал как компилируется программа на c или на c++ там есть заголовочный файл он включается в разные единицы трансляции соответственно нам один и тот же файл возможно нужно будет несколько раз скомпилировать поэтому идея была следующая взять все заголовочные файлы которые в проекте есть вынести их в один отдельный файл и его один раз скомпилировать после этого просто обычно этот файл называется std.ifx и он просто вот в таком вот виде там все include файлы просто находятся и он в каждой в каждую единицу трансляции в каждый cpp файл включается первой строкой для этого для того чтобы этот механизм работал там компилятору указываются специальные флаги и он потом это насколько это эффективно на порядок то есть если компилировалось если без вот эти pre-compiled headers компилировать проекты он компилировался там полчаса то после если использовать pre-compiled headers то он может компилироваться за 3-4 минуты то есть это существенно вот на этом в принципе все домашнего задания у нас не будет в этот раз вот если хотите можете меня поспрашивать все что вы хотели узнать но стеснялись спросить вот и жду вас на экзамене все это cigarettes в что было ин воде воде уме воде и при